СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 ЦЕЛИ К КАКОМУ-НИБУДЬ СВЯТОМУ МЕСТУ С ЦЕЛЬЮ ПОКЛОНЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЧИТАНИЯ КРЕСТНЫЙ ХОД НЕСОМНЕННО МОЛИТВЫ И ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ И НЕПОСРЕДСТВЕННО У СВОЕЙ ЦЕЛИ А ВОТ КРЕСТНЫЙ ХОД НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВАМ ПОТОМУ ЧТО ОН МОЖЕТ НОСИТЬ ЕЩЕ И СИМВОЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НЕБОЛЬШИЕ КРЕСТНЫЕ ХОДА НАПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВОКРУГ ХРАМА МЫ ВСЕ ПОМНИМ НОЧНОЙ КРЕСТНЫЙ ХОД ВОВРЕМЯ ПРАЗНИКА ПАСХИ ПРАЗДНИКА ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ДЕНЬ УССПЕНИЯ СВЯТОЙ БОГОРОДИЦИ ТОЖДА ПРОХОДИЕ? ТОЖДА ПРОХОДИЕ? Когда будет совершаться служба, олицетворяющая погребение Пресвятой Богородицы, апостолами тоже Площаница Пресвятой Богородицы обносится вокруг храма крестным ходом. Как мы видим, это не паломничество. В данном случае совершается шествие, шествие в преднесении креста, поэтому это крестный ход, но при этом не имеющее задачи прийти куда-то, это задача самым своим шествием показать аналогию показателей олицетворения тех священных событий, которые почитаются в Православной Церкви. А иногда эти цели могут совпадать и Большой Крестный Ход может быть назван одновременной паломничеством. На Вятке это Великорестский Крестный Ход, Большой Крестный Ход, который идет до места явления иконы Николая Чудотворца на реке Великой. С каждым годом количество паломников увеличивается, если можно так сказать, да? Да. Погода ухудшается при этом. Погода ухудшается, да, но количество увеличивается. И вот этот Крестный Ход можно одновременно называть несомненно Крестным Ходом и несомненно еще и паломничеством. И поэтому, если сосредоточиться на Крестном Ходу, то можно выделить несколько важных признаков, которые Крестный Ход делает Крестным Ходом. Во-первых, он всегда совершается за в предшествии, в принесении Креста. Во многом в народе он именно поэтому и назван Крестным Ходом. Это имеет глубокое символическое значение. Мы помним, что когда Господь Иисус Христос был приговорен на смерть через распятие на Кресте, этот крест на него положили воины и заставили этот крест самому тащить самому через Иерусалим, претерпевая насмешки, надругательства. Тяжесть этого тяжелейшего креста до места своего распятия. Собственно говоря, если вы попадете в Иерусалим, то есть такая Via della Rosa, то есть путь страданий, который показывает, где Христос шел с крестом. И христиане, когда идут за крестом, они символически вспоминают вот этот момент, который предшествовал самому важному искуплению человеческого рода на кресте через смерть Господа Иисуса Христа и Его воскресения. Второй важной особенностью крестного хода является, конечно же, молитва во время этого крестного хода. То есть невозможно просто взять крест и просто пойти. Это не будет крестным ходом. А вот пойти с молитвой, это уже и будет крестный ход. Потому что крестный ход без молитвы это просто физическое упражнение. Можно этот же путь великорецкий взять, сесть на велосипед и проехать. Это будет нелегко, надо сказать. Это особенная молитва? Но тем не менее... Нет, это такая же молитва, как и всегда. Но, поверьте, в крестном ходу она отличается очень сильно, потому что условия совершенно другие, силы, которые ты вкладываешь в это совершенно другие. И благодать, которую Господь тебе дает, я совершенно в этом уверен, тоже совершенно намного больше. Поэтому и молитва получается особой. Именно поэтому люди так любят крестный ход. Потому что она дает им возможность их молитву сделать намного сильнее. То есть это вот две особенности, отличающие крестный ход от других паломничеств. Других паломничеств или простого путешествия. Конечно, тут еще можно внести, я еще немножко займу времени, маленькое уточнение. Сейчас еще появились некие вариации крестных ходов, которые не связаны с пешим путешествием. Крестный ход на машинах, крестный ход на велосипедах, на мотоциклах. Ну, как-то я к этому отношусь так. Эти крестные ходы очень специфические. Без комментариев. И далеко не все готовы их признавать крестными ходами. Хотя, конечно, церковь по ним не давала какого-то определенного суждения. Но, безусловно, именно пешее путешествие, то есть ходить так, как ходил Христос, он ведь не ехал, он шел, он нес свой крест. Это и есть одно из важнейших условий того, чтобы крестный ход был тем, как он задумывался, как он планировался нашими и предками, и опытом церкви. Да. Муислав Хаджи. Ну, наверное, здесь, ну, во-первых, недавно прошел у нас Курбан Байрам, да, который завершил... Как венец Хаджа. Да, как венец Хаджа. И мы знаем, что обязанность совершить Хадж это обязанность каждого мусульманина в его жизни, да. И точно так же мусульмане говорят во время Хаджа о благодати, и точно так же мусульмане в ходе Хаджа молятся. Ну, извините, слово точно так же, может быть, он не совсем корректно, да, но... Нет, почему не корректно? Очень даже правильное слово. Вообще жизнь верующего человека соединяет в себе веру и убежденность в сердце и деяния телом. Хадж, как паломничество, ведь он предписан был всегда. Был предписан всегда, когда еще Адам, первый человек, жил на этой земле, ангелы построили ему прообраз того храма поклонения Богу, который был в раю. Об этом Всевышний говорит. Я по-арабски сначала, конечно же. «Инна аула байтин вуды алин насил ладзи бибакката мубарука вагудалил ааламин». Что означает поистине, первым домом, который воздвигнут для людей, является тот, что находится в Мекке. Он воздвигнут, как благословение и руководство для миров. И все пророки, все посланники, естественно, совершали паломничество к нему. И когда главный ангел говорил по-арабски «Джавраил», мир ему, обратился к пророку Мухаммаду, «Расскажи мне, что же такое ислам». Конечно, в первую очередь было рассказано про веру, которая в сердце, из чего она состоит. А второе очередливо пошли деяния тела. Из них было, естественно, свидетельствование, что ты мусульманин. Затем молитва, пост месяца Рамазан, выплачивание социального налога от богатых в пользу бедных, с излишков имущества. И хадж, паломничество. И там есть, конечно же, оговорка для тех, кто в состоянии. То есть, кто имеет физическую, финансовую возможность, здоровье, безопасность пути и так далее. И Аллах в Коране говорит «От Всевышнего, от Аллаха, на людей возложена обязанность совершать паломничество в Мекку для исполнения обрядов хаджа тем, кто имеет возможность». И когда мы же исполняем, совмещая свою убежденность и деяния тела, совершаем такой вид богослужения, полноценно, всецело мы предаемся своей вере, своей религии. И от этого уже благодать происходит то, что Всевышний, довольствуясь нашими усилиями, нашими стараниями. Здесь можно вот в этом плане взять и православный великолепский крестный ход. Это тоже в первую очередь усилия, старания. Даже как отец Василий говорит, вот новые варианты есть на машинах, на байках и так далее. Мы тоже из Кирова едем в хадж, сначала на самолете. Летим. Летим, едем на автобусах там и так далее. Добираемся до главного места, где совершаются обряды. На автобусе? Да. Мы доезжаем до Мекки на автобусе после аэропорта и собираемся в том месте, где уже происходят движения нашим телом. То есть, мы совершаем обход вокруг Кабы, мы совершаем бег между холмами Сав и Марва, как делала мама пророка Исмаила, мир ему, между этими холмами, ища благости от Всевышнего, потому что она была в отчаянии ни еды, ни питья, ничего нет. Она с ребенком погибает в пустыне. И Всевышний ответил на их просьбы. И мы также, следуя примерам пророков всех, совершаем молитвы в этих местах. мы прилагаем усилия. И вот это все вместе искренная молитва от сердца, совмещенная с усилиями движениями тела, это и есть паломничество. Наше приложение сил. Там очень тяжело. Очень тяжело. То есть, несмотря на то, что вы до Мекки доезжаете, долетаете, доезжаете на автобусе, то все равно вот это паломничество, оно связано с какими-то физическими... Ты же там все пешком уже делаешь. там труд, вот этот вот труд, который... А то ведь впечатление какое создается. Значит, собрались мусульмане, прилетели на самолетики, пересели, значит, на комфортабельный автобус, доехали до Мекки, помолились и разошлись. Вот один тавав, то есть обход как бы семикратный. Да. Я его совершал в 2006 году. Это было в декабре. Один тавав, это час времени пешком, обязательно пешком, обязательно босиком. Сгорала черепушка. У нас же у меня... От жары? От жары. От солнца? Да, головной убор нельзя одевать. Так. Многие стирали буквально в кровь. Пить по ходу можно? Пить можно. И наливать воду на черепушку? Черепушку. Нежелательно. Еще раз больше сгореешь. Понятно. И поэтому те же, ты не занят этими собой, послаблениями для себя. Как и вот православные наши братья, так и мы одинаково. Мы не занимаемся собой. Там люди пришедшие, они вот, вот представьте себе. То есть они не ощущают в это время? Вот, кстати, это уже вопрос, мы уже переходим к некому... Отвергают свои потребности личные. Отвергают просто. То есть в этот момент ты понимаешь, что нужно потерпеть, да? Чтобы вот сделать то, что нужно. Или ты не ощущаешь? Или ты не ощущаешь? Скорее, не ощущаешь. Настолько увлечен, завлечен, поглощен благостью этих мест. Вот представьте, там есть, вот когда мечеть заходишь в Мекке, главную мечеть в мире, и идешь путь до Каабы, она в центре ее. Да. И там есть некая граница, которую переходишь, и вот у всех практически так бывает, наверное. Невидимая граница. Проходишь, видишь Каабу, и начинают течь слезы. Угу. Вот я там с двумя муфтями шли, они старики уже. Мы все идем плачем. Просто видим Каабу. Мы достигли. Угу. Мы достигли главной цели своей жизни. Мы достигли Каабы. И в ходе, так сказать, этого паломничества и движения вы молитесь? Обязательно. Каждый шаг. Каждый шаг с молитвой. Что вы просите у Бога? Самая главная молитва там идет Роббана Атинафельдзуния Хасана. Вафель Ахироти Хасана. Вакына Азаба Нар. Господь наш, дай нам благо в этой жизни. Господь наш, дай нам благо в будущей жизни. И защити нас от огня ада. Угу. И это самое главное. Это самое главное. Понятно. Возвращаемся к отцу Василию. Да. Тот же вопрос. Во время Великорецкого крестного хода три дня туда, два дня пути назад еще, да. Не все выдерживают, кстати, полностью. Каждый по-разному, да. Тот же. С погодой. С погодой. Вы уже сказали, да. Каждый год погода все хуже. В прошлом году было особенно весело. Возможно, наши жители помнят, сколь непросто было в прошлом году с погодой, прошлым летом. Вот. Мы там шли, все плыло. Мы там плыли. То есть, если грязь сантиметров 10-15… Это хорошо. Это идешь по суху, да. Да, вот если уже там выше щекало так этих сапог, то надо смотреть уже куда наступаешь. Там был такой эпизод забавный. Ну, как забавный. Тогда он не очень забавным показался. Представляете, многотысячный крестный ход идет. Достаточно узкий мостик. Полноводная речка, которая очень полноводной стала в тот момент. В результате дождей, да. Да. Представляете, этот мостик. После того, как проходит икона, проходит еще несколько сот человек, и он просто рухнул. Рухнул. Огромный. Ручей такой огромный. Не перейти в брод. Не перейти в брод. И парни, которые впереди шли, они прыгают в реку. Их чуть ли не по поясу, не по плечам в воде. Держат этот мост. Буквально там, да. Крепят, держат этот мост. Пока вот основная масса людей, потому что всем же тяжело. Потому что стоять, ждать пока мост подчинят. Там тоже это тяжело, это все душно в лесу. Вот. И они вот такой маленький подвиг совершили. Мы как смотрели на них, просто удивлялись. Ну, не маленький подвиг. Да. Они стали помощниками собаки по-нашему. Да. Для того, чтобы тысячи людей совершили вот этот богослужение. Тут, конечно, таких случаев можно приводить сотни из крестного хода. И у каждого есть совершенно удивительные рассказы. У меня всегда, я всегда только двоих вспоминаю ребят, которые до сих пор ходят с нами в крестный ход. Десантники бывшие. Крепкие, очень крепкие парни, которые пошли в крестный ход. И где-то, ну, с ощущением, ну, сейчас-то мы всех, собственно говоря, сделаем. Такой. Мы и больше марс-брышки делали. Вот. И где-то они уже там, ну, в конце второго дня, километры, наверное, на 60-м, на 70-м уже все садятся. И говорят, все, я никуда дальше не пойду. Дальше я не могу, да? Вот. То есть, они вышли в крестном ходе? Что значит, пошли без меры, как бы, в душе, наверное? Да. Или добрались они все-таки? Их подхватывая, подхватил один из наших прихожан, говорит, ну, ладно, пойдем потихонечку, так потихонечку. И вот когда он опять начинал, так сказать, стонать, он, значит, говорит, ну, а как же пострадать? И так вот, и у них это вот в мем вошло, вот это, а как же пострадать? И они вот когда до сих пор шутят друг над другом, они так друг над другом шутят, а как же пострадать? Ну, на самом деле, это не шутка. Это действительно то, ради чего туда люди идут. Пострадать. Пострадать. Чтобы хотя бы отчасти немножко в себе через страдания, через труд напомнить себе, что за тебя, за тебя-то Христос отдал свою жизнь, претерпел страдания и смерть. Вот, ради твоего спасения, спасения твоей души, что ж ты в своей суете и повседневности, в своих греховных пороках все это отвергаешь? Где твоя благодарность Богу? И вот когда там, в крестном ходу, ты проходишь через все эти испытания, ты прежде всего открываешься по-новому для самого себя. Совершенно удивительно, я постоянно, каждый ловит себя на мысли, что совершенно меняются приоритеты. Приоритеты. Не важно, как ты одет, не важно, насколько дорогое у тебя в пакете, в твоем рюкзаке валяется твой гаджет, там, телефон. Какая пища там у тебя. В какой машине ты ездишь, да, в какую пищу, там ты приходишь на привал, падаешь, раскрываешь какой-нибудь там, какой-нибудь кусок хлеба там, за счастье там доширак удается заварить. И все, и ты счастлив. И вот этот момент, когда ты понимаешь, что ты падаешь, сначала садишься, тебе облегчение в ногах, потом ты немножко покушал, ты понимаешь, сколь мало человеку на самом деле нужно для подлинного счастья. Ему нужно только минимальные потребности и общение с Богом. И вот когда Господь рядом с тобой, когда твоя душа наполнена молитвой, когда твоя душа не страдает, тогда и все немощи твоего тела не кажутся такими страшными. Вот вы спросили ведь правильно, а что, как человек воспринимает все эти немощи, что они исчезают, что ли? Да нет, боль в наших мышцах никуда не исчезает, да, наша сгоревшая кожа на солнце тоже не перестает болеть. Но это все кажется мелким и незначительным по сравнению с тем воодушевлением, с той благодатью, которая наполняет твое сердце, когда ты осознаешь, что ты хоть чуть-чуть, но стал ближе к Богу. Господь, когда приближается к человеку, все абсолютно, что раньше было в нашей жизни ценным, становится совершенно маловажным и малозначительным. Отец Василий, вот слово «благодать» употребляете, а вот для многих это до сих пор как бы некая тайна. Мне очень понятно, что это. Вот что это за ощущение, да, ну вот хорошо, окей, ты сел, ноги, значит... Ноги не болят, а ты отдыхаешь. Ноги не болят, а ты чуть-чуть принял там пищу, ведь вот это ощущение счастья, это и есть благодать? Или там еще что-то есть? Я не могу дать определение благодатию, потому что если брать с точки зрения определения нашей веры, то благодать — это сила, которой Господь нисходит в душу человека. Это действие божественной силы на человека. И осознать это как бы не всегда... Как вы ее осознаете, как вы ее почувствуете, это совершенно уникально для каждого человека. То есть каждый по-разному ощущает. Это часть веры? Несомненно. Несомненно. Это часть веры, это часть нашей жизни, это частичка нашей души. Я вот перед передачей вам говорил, что вот показали мне как бы фотографию человека, идущего босиком в этом холоде сырости в крестный ход, и на фотографии было видно, вот так сфотографировали, как лучики солнца падают на пятки этого идущего. И это тоже есть часть благодати? Благодать может проявляться по-разному. Чаще всего, конечно, Господь не дает нам видеть эту благодать физическим образом, через физические явления света или нетварного света, как это уже не физическое явление, как говорил Григорий Палама. Но чаще всего человек чувствует это, прежде всего, в своем сердце. Но парадоксально, что ни один человек не может это спутать. Вот каждый человек чувствует это по-своему, но ни один человек не может сказать, что вот этот момент, вот я был рядом с Богом, и вот что-то было другое. И вот вы были рядом с Богом во время Крестного Хода в 2006 году? У меня опыт личный, я только своим личным опытом в этом смысле делюсь. Потому что у каждого свой. Я же первый раз пошел, приехал сюда в 2011, и в 2011 я еще не ходил. Пошел только на следующий год, потому что мне стало интересно, о чем же люди так говорят, что так восторгает людей в Крестном Ходу, вот именно в Великолецком. Вы уже были тогда в Сане? Да, я был священником, но я в длительные такие Крестные Хода не ходил. А вот на следующий год пошел, и это произвело на меня такое впечатление, что я вот уже до этого года каждый год хожу уже на Инстаграм, может быть, шестой или седьмой раз подряд хожу. Вот. А что я... У меня лично, знаете, какое впечатление появилось? Я как будто оказался в детстве. Вот в детстве, в том самом детстве, когда ты еще, будучи маленьким, когда тебя приводила мама в храм... Когда тебя все любят. Когда ты приходишь в храм, и вот чувствуешь и ощущаешь службу церковную, и слушаешь службу, и видишь это незамутненным детским взглядом, не вот такому... И воспринимаешь проповедь о Боге и молитву к Богу именно вот этим чистым детским сердцем. Потом мы это все теряем в нашей жизни. Это все поглощается нашей суетой, кучей наших проблем, нашей гордости, страстями. Но вот в этот момент, когда все от меня на какой-то момент ушло, я подумал, да это же те же самые ощущения, та же самая детская радость, которая была у меня тогда, когда я вот только делал свои первые шаги в храме. И вот это для меня... Ну, понимаете, что у каждого это по-разному. Но вот это на меня произвело такое впечатление, что каждый раз я теперь жду вот этого момента, этого крестного хода, чтобы немножко выйти из своей повседневной жизни и опять оказаться там. Потом таких ощущений в следующих крестных ходах уже не было, конечно. Но были другие еще. Но все равно каждый раз я сходил, я схожу, и у меня это такое, как, знаете, заряд бодрости, заряд духовной силы, которую я получил, и которым я буквально питаюсь, как от батарейки все оставшееся время. Судя по вашим глазам и выражениям, вы не можете найти слов в русском языке, чтобы выразить эти ощущения, да? Возможно, и так, да. Айден Салич, нам надо сделать небольшой перерыв по регламенту нашего, и мы обратимся к Резам Хаджи. А после перерыва я спрошу. Так что ж, я готов. Союз нерушимый Ну что, это продолжаем программу «Союз нерушимый». Анна Лапшина в студии. Азия Сагаев и наши гости. Отец Василий Песов, священник храма Серафима Саровского, заведующий кафедрой богословских дисциплингадского духовного училища, и Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. И мы к Нурисламу Хаджи как раз и обращаемся сейчас. Нурислам Хаджи, вот идёте, молитесь, просите чего-то. Ну, в основном, вы уже говорили, что мы просим, как правило, у мусульман. В любой молитве, значит, избавь меня от... Не только меня, всех своих родных, близких, знакомых, незнакомых. Так заканчивается и намаз в целом, да? Да, всё правильно. Вот я не хочу сказать, что... Вот вы сказали, что вот идёшь в Хадж, и вот доходишь до определённого момента, там, до Кабы, и хочешь, не хочешь, льются слёзы. Это что за слёзы? У кого-то бывают слёзы отчаяния, у кого-то там слёзы грусти. Вот что это за слёзы? Что это за ощущения? Один раз я сформулировал себе такую мысль, что я продал свою жизнь за Хадж. Так. То есть, если взвешивать ценности этой жизни, всё в этой жизни и Хадж, вот я легко поменял в тот момент. Потому что, вот как мы говорим уже по слову благодать, не зашла такая благодать на сердце, из которого выбилось слёзы через глаза. Которые... Глаза, они слезами омываются, чистятся. Так? Да. Совершением такой молитвы в таком месте чистит сердце. Главное – вместилище веры. Вер и сердце живёт. Да. И в такой момент вера настолько становится кристально чистой и совершенной, что ты, по выражению пророка Мохаммада, мир ему, ты становишься как только что рождённый у своей матери младенец. Вот в этот момент. И когда Хаджи побывают, они все вот эти моменты вспоминают. И это... Ну, нельзя, конечно, сравнивать с наркотиком. Но вот этот момент достижения такого счастья, такой благодати... Ну, наверное, вы хотите сказать о эйфории. Меня эйфория поймала, когда я посетил пророка Мохаммада, его могилу. Понятно. А здесь не эйфория. Здесь вот такой не улёт даже. А ощущение, что ты стал настоящим верующим человеком. Вот настоящим верующим человеком. Ты в месте, где молитва по своей весомости перед Всевышним в сто тысяч раз, весомые молитвы в любой другой мечети в мире... Можно говорить об очищении? Да. О умиротворении каком-то. О умиротворении, да. Да. Люди там сидят сутками и живут в этой мечети. Уходить из неё не хочется. Вот это я хотел спросить. Она такой магнит. Я сижу на ступеньках, устал. Вот мы уже пытались описать, насколько тяжело всё. Я устал никакой. Сижу, смотрю. А вот это, видели, наверное, когда показывают обход Каабы. Да. И вот сидишь, смотришь. Они идут против часовой стрелки, да? Да, против часовой идут. Идут, идут, идут. И это так затягивает туда-обратно пойти и совершать вот этот обход Каабы, который совершали же ангелы, начали совершать на небесах. Потом было предписано людям такой же вид молитвы. Когда идёшь, и вот в этом движении прощаешь Всевышнего благодати, избавление от бед, несчастья, достижение его удовольства. Это главная цель. Достижение удовольствия Всевышнего. Всё делает всё. И просишь для своих родных, близких. Вот в этом всё идёшь и просишь, 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 просишь. Потому что сама просьба, это уже Иббадат, это уже поклонение Всевышнего. Мы рабы, снизу просящие. Поэтому мы... Но ведь он дают. Да. Да. Вот сколько ходили, сколько просили, все потом рассказывают. Я что просил, мне Бог всё дал. И поэтому люди стремятся вот в такие мероприятия, паломничество. Но это не основная цель, получить то, что ты хочешь, да? Тут всё-таки больше цель очиститься. Пока ты здесь в Кирове сидишь, ты думаешь о том, что ты обязан выполнить предписание, приказ Всевышнего. Ну, походу, вас попросили соседи попросить у Бога вот это, вот это, вот это. Мне бумажку написали, Дарья. Да. Попроси за нас. Здесь ты думаешь, надо выполнить приказ. Всё. И ты, как подчинённый, покорившийся приказом Бога, идёшь и выполняешь. То есть копишь где-то деньги, зарабатываешь, только честным путём. Не будет считаться хадж, если где-то уворовал, кредит какой-то взял. И не отдал. То есть можешь сходить, но это не зачтётся. Просто вот физические упражнения в свежем воздухе. Это как отец Василий говорит. Да, я очень точно сказал. Вот. Здесь ты заработал, побеспокоился о семье. Ты практически пошёл в последний раз в своей жизни. Угу. С намерением, что такого больше не будет у тебя. Всё оставил, всё отбросил и туда пошёл в паломничество. Туда пришёл, туда попал. И там начинается у тебя на каждом шагу эта история ислама. На каждом шагу. Пример, как благословенный пророк Мухаммад совершал свои молитвы к Богу. И вот начинать постоянно. Там спишь вообще мало. В таких местах. Спать некогда. Это сон. Ахочется. Это воровство у своего времени. То есть такое ощущение. Ну, Ирислам Хаджи сейчас рассказывает. И я вспоминаю, что в Великорецком-то тоже спать некогда. Там тоже приходят поздно вечером, молитвы там, пока ужин, то всё. А утром же встают очень рано. Старо два часа ночи, да. Угу. Можно я ещё добавлю один, как мне кажется, для меня важный момент? Хотел бы уточнить. Вы сейчас говорили о, употребляли такие термины, о эйфории, о таком восторге. Тут надо немножко нашим слушателям уточнить, что это принципиально различная вещь по отношению к нашим достаточно распространённым житейским эйфориям. Ну, конечно, нет ему. У нас просто, отец Василий, нет других слов. Вы понимаете, вот как бы мы можем найти другие слова, но это всё равно будут человеческие слова, а не божественные ощущения. Когда твоя любимая команда выигрывает, допустим, чемпионат, тебе тоже хочется до неба прыгать. Не будем грешить и сравнивать с два таких. Но это непосредственно действие Божьей благодати. И вот здесь тебе не просто какая-то эйфория, не просто какой-то восток. Это духовные силы, которые тебя питают для того, чтобы ты дальше шёл, делал доброе. После этого тебе не просто хочется прыгать от силы, а тебе хочется помочь ближнему, обнять рядущего рядом с тобой. Недаром вот в крестном ходу мы такое огромное взаимопомощи, самопожертвования видим. Да, потому что люди просто не могут не излить вот ту любовь, которую им Господь излил в сердце, на соседа, на своего соседа. Главное же, вернувшись, не потерять это всё. Конечно, ощущение это, да? Это настрой. Настрой. Не потерять и продолжить свою жизнь в таком ключе, что ты достиг совершенства в своей вере, и её продолжить исповедовать, её людям освещать им собой, освещать им путь ведущих довольствия Всевышнего. Ну что, спасибо нашим гостям. Нурислам Хаджи Касимов, отец Василий Песцов, Анна Лапшина. И я здесь, Агаев, к сожалению, программу надо заканчивать. Как всегда, не успели столько ещё. Ну, ещё покопаем, как сказал Нурислам Хаджи. Да, но мы гостей наших, конечно, увидим в этой студии. До свидания. Инша Аллах. Спасибо большое, до свидания. Ва-алейкум ассалям. Союз неружимый. Союз неружимый.